И вот я снова отправляюсь в путешествие, но его начало было немножко не здесь. Хаян это безусловно самый романтичный город во Вьетнаме, в котором я только был. Здесь я плавал на лодке по каналам, как в Венеции. В центре старого города горят сотни людей и горят тысячи людей. Покатался на велосипеде в один аутентичный велосипед, похожий на старый или полный. А на утро я отправился встречать прекрасный рассвет на пляже, после чего я отправился на островчок. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. И здесь было здорово. Пока, Хаяна. Яйца вьетнамцам везу. В Чаму посмотрим, что там и как. Говорят, очень прозрачная вода, классный снорклинг. Сейчас заценим. Может, окунусь и увижу Одессу, посмотрим. Все, начальник, кидаем якорь. Выглядит вполне прикольно, похоже на остров Тао в Таиланде. Интернета нету, едем на разведку. Местный рыночек, бананы по 30, думаю, будет дороже. Предприимчивые и активные вьетнамцы и добрые продолжают радовать. Схожу с причала, иду на базарчик себе взять бананов. И думаю, да, сейчас нужно поискать жилье. Подходит ко мне вьетнамец и говорит, дружище, привет. Ты кто? Откуда? Давай я тебе помогу, что тебе надо? У меня жилье есть, вилла, смотри фотографии. Организуем тебе рыбалку, клинтинг, снорклинг. Все будет, все будет. Завтраки, ужины. Надо бум-бум сделать, я думаю. Ну ладно, вроде человек хороший, нельзя отказывать. Короче, жилье уже нашел. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что, братва, давно здесь живете? А, что лакматой говоришь? Да, давно. Тоже на карантине застряли. Черные уже, сгоревшие. Как я с Серегой Додонанга. Все, в номер попал. Теперь можно и поработать. Вот с таким вот видом. Весь остров я объехал в первый же день всего за несколько часов. Достопримечательностей у него не много. Это пагода, красивые обрывистые берега, прозрачная вода бирюзового цвета и потрясающее морское дно, которое я отправлюсь исследовать на следующий день. А заселился я в местной рыбацкой деревушке в Хунстее. Я не скажу, что здесь лакшери вид или какой-то мега комфорт, но зато очень дружелюбная и открытая обстановка. Все очень добрые, все очень улыбчивые, а главное, просто потрясающая еда. Для того, чтобы приготовить мне завтрак, они пошли на рыбалку до рассвета, наловили там морепродуктов, кальмаров, крабов, рыбу. И приготовили мне завтрак из пяти блюд, просто потрясающий. При этом его цена была 70 тысяч донгов. Это примерно 2,5 доллара. После такого царского банкета можно со спокойной душой ехать дальше и следовать остров. Приехали, а тут патруль. А ну давай, расходись. Эп! Эп! Смотри. Давай, 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 давай. Маленький какой-то. Все, поехали дальше. Скоро закат. Добрался до одного из мысов острова. Такая красота. Высокий на видео не видно. Туда пройдусь. Обезьян на острове, как и в Таиланде опять же. Немерено. Но что меня радует, они здесь не такие агрессивные, как в Таиланде, потому что там это еще те черки. Отберут все до последней крошки. Все карманы выкресают. Кусаются. В общем, очень агрессивные. А здесь нормально, здесь убегают. Даже бананы не просят. Карманы не проверяют. Вот такой мыс, и там вдалеке остров. Эх, жизнь прекрасна. Тишина и спокойствие. Плывем на рыбалку и на серфинг. Сейчас на Карамысли на лодку пересядем и погнали. Отличная погода. Шикарная вода. У меня отличная шляпа. Можно ехать. Плывем за рыбой. Все. Дал брату смену. Опа. Плывем дальше. Так он передом плывет, я задом. Не знаю, как правильно. Мне кажется, у меня получается. О, да. Вот так он. Все уехается. О, мое. О, куда за помидорами. За два часа рыбалки у нас так и не было ни одной поклевки, поэтому я решил сменить локацию, где оставшееся время посвятить поискам рейбы под водой. Меняем локацию. Тут ничего не просто где-то. КОНЕЦ Реал, в общем, снорклинг здесь интересный. Много кораллов здоровезных, просто огромных, как лодка. Живых, разноцветных, ярких, едкие цвета, синий, зеленый. Много рыбок классных. И видел мурену где-то сантиметров 80 размером. Нашел феракушку интересную, этот сувенир. Возьму себе вручную платью. Я думаю, на таможне не должны заметить. Вот такие вот раковины. Можно амулет себе сделать на память. Опа! Вот такие пироги. Короче, снорклинг удался. Видел еще ярко-ярко синих морских звезд. Очень много этих крабы-отшельники там ползали, шурудили по дну. С места снорклинга, с другого конца острова, думаю, вьетнамцу говорю, ты плыви на лодке. А я погребу так, своими двумя, четырьмя. Вот, говорю, на камеру, снимай, как я плыву. Включил камеру, дал ему. Плыву, плыву, плыл километра два. Приплыл, уже текстно наговорил, что я молодец, что я себя хорошо чувствую. Лучше, чем до того, как начал плыть. Смотрю на камеру, а он не снимал. Вот так бывает. Смотрю на камеру. Всем доброе утро. Стою, короче, сегодня рассвет встречать в 4.30, открываю окно. Начинается дождь. А я сегодня последний день на этом острове. Хотел поехать на другую сторону острова, рассвет встретить. Думаю, ну ладно, поеду под дождем, рассвет это святое. Выхожу на улицу, дождь заканчивается. Я такой, отлично, сажусь на байк, завожу, еду. У меня тут вон охрана впереди бежит, со мной увязались песики. Оп, оп, оп. Погнали, погнали. Ты че, братан, а ну давай, вперед. Вот так и живем, короче. Все, давай, гэц, гэц, гэц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем доброе утро. Я так и приехал на рассвет. Сижу, там вот фильм снимают. Вон там вот рассвет. Опять из-за меня не видно. Сейчас. И смотрю на вот такую вот красоту. Идет легкий дождь. Там вот наверху бегают обезьяны. Внизу дерутся обезьяны. Замечательный день. Всем желаю такого. Немного шума на дорогу ремонтируют. Но вода, пляжи. Ааа, класс. Это просто класс. Какая вода. Это вообще законно? Всем привет. Два дня прошли. Пора ехать домой. С острова я бы побыл здесь еще. Но меня пригласили на одно интересное мероприятие. Потом расскажу мне какое. Вот. Классно здесь, конечно. Там уже сзади меня тучи догоняют. Гремит. Здесь классно. На острове тихо. Спокойно. Это то, чего не хватало мне в Вьетнаме. Спокойно размеренной жизни. Никто не торопится. Нет транспорта. Никто не бибикает, не строит. Не бегает, не кричит, не сигналит. Все происходит тихо, тихо, тихо. Спокойно. Вот. Вьетнамцы здесь все очень приятливые. Очень приятливые, очень улыбчивые, очень добрые. Прямо как в Самуе и Таиланде были. И снова здрасте. Короче, сижу уже, приготовился отплывать. Уже лодка практически стартует. Подлетает в Вьетнамец, у которого я оставался. Из хомстэя. А он английский не шарит. Вот. Кричит лодочнику типа, стой, стой, стой. 10 минут, 10 минут. А я вот этого белого заберу. Короче, мне говорит, поехали со мной, поехали со мной. Думаю, что он хочет от меня? Я уже все съехал. Говорит, 3 минуты, 3 минуты, я тебя привезу обратно. Ну, на пальцах показывает. Я говорю, ну хорошо, давай. Короче, сажусь на ответ. Едем здесь вот сзади, там, кафешка. Сидит 10 человек на танцах. Он меня использовал как нажим. Смекалка. Сечешь? Смекалка. Он говорит, иди типа им расскажи, как у меня классно. Вот, ну я там сказал, типа, ой, ребята, у него снорклинг хороший, ездили на соседний остров, все дела. Вот. Они меня поспрашивали. Рассказал им все. Привез меня обратно. Говорит, все, спасибо. Пока, до встречи. Пока. Вот так вот работает смекалка. Человек не знает английского, написал записочки, всякие визитки у него есть. Хочешь жить, умею вернуться. Короче, вон там сзади отдаляется мой остров. Мне еще ехать час где-то. Решил позвонить. Событие, которое я говорил, на которое меня пригласили, это вьетнамская свадьба. И там будет 500 гостей. Вот, я себе это так представлял, думал, повеселимся. Еду с острова. Были уже где-то на метрах 500. Паром идет раз в сутки. Звоню девочке, которая тоже идет на свадьбу. Говорю, что там, как, когда вы идете, откуда, во сколько, что дарить надо. Вот. В общем, разговариваем, разговариваем. Спрашиваю, а сколько длится свадьба? Она говорит, ну, свадьба, а свадьба в приглашении начинается в 5. Я говорю, ну, свадьба длится до 6.30. Я говорю, что, серьезно, до 6.30 следующего утра это все время надо есть? Она говорит, нет, нет, до 6.30 вечера. Короче, свадьба идет полтора часа. Не передать чувства, которые я сейчас чувствую. Я уезжаю с офигенного острова. Мне нужно поехать в город, починить байк, сесть на байк, поехать в соседний город. Найти жилье, там переодеться, оставить вещи. Вот. И пойти на свадьбу, которая будет длиться час. Вот он, кайф. Вот он, кайф. Блин. Я себя чувствую просто таким лохом сейчас. Да-я-я. Давно такого не было. Ну, ничего, бывает. Чтобы почувствовать удачу, иногда надо чувствовать себя лохом. Как вы поняли, на свадьбу я не поехал. А через два дня легкий дождь, которым наслаждались рыбаки на пляже, превратился в самый сильный ураган за последние 20 лет во Вьетнаме. С эпицентром в Донанге. От ветра у меня шатало дом, как от землетрясения. Я жил на четвертом этаже шестиэтажного здания, и у меня с потолка лилась вода просто ручьем. Я обустраиваюсь в новой хате. Вот, вещи свои уже развесил все. Еле влезли, конечно, но нормально. В принципе, нормально, зато не буду шопиться больше. Этого хватит, а то и так чемодан везу домой. Тай боже. Вот так мой облом с островом скорее обернулся удачей. Я провел эти дни в безопасности, не застрял на острове, и при этом выбрал себе шикарное новое жилье с видом на море, с бассейном на крыше. И любовался этим видом еще несколько месяцев. Светит солнце, туч нету, непонятно откуда идет дождик. Не знаю, видно или нет на камере, но это прикольно. Подписывайтесь на мой канал.